...на конченном обновлении в заводе 36-го по 42-й год. Смирный армейский обновлении воплощенный проходимый день. Газ 67, 2-й сходного университета, 2-й сходного университета, 2-й сходного университета. Бележный газ, милиная боевая машина реактивной артерии, местопотодавания в корюшерах. Сил 157, столетские родители, инициативы, инициативы воплощенный проходимый день. ...на власти, инициативы, 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 которая стала одним из самых узнаваемых стимулом в критике нашей войны. На флоте и победе, современная бронированная военная техника успешно зарекомендовала свое себя в локальных конфликтах последних лет, в том числе в специальной военной операции. Армейские заводили команды, сейчас тренирую суток, с бронированной капсулой. Броникранспортеры ВДР-82А. Их задача — доставка пехоты на поле боя и ее поддержка огнем и штатного оружия. И во время войны, ввозили минометы сзади, какими-то 126 метров. Минометы предназначены для поражения на местном огне, ввозили расположенные открыто и находящиеся в пушке, а ввозили камазно-назначенные пункты, вооружение и военные, и ввозили, и ввозили. Максимальная дальность, инициативы, инициативы, инициативы... Во время войны на вооружении Красной Армии находились различные артиллерийские системы, на швы которых сегодня через наиболее мощные 132-мм пушки и геоцинцы, предназначенные для подавления и уничтожения живой силы, активных средств и боевой техники противника на марте, в местах сады катастрофе и в опорных пунктах. Геоцинт, обладая большой активной мощью, может транспортироваться на любые расстояния любых видов транспорта, поскольку на его пересмотренные задатели подкивая скалом в бою. За геоцинтами следует благодаря реактивной реактивной системы залпового огня «Град». Вновь элементарно-реактивной установки «Гатюша», общий признал, за который на Вайфире ужасный паник в очередной запасительной полиции. Обладая дальностью до 40-ка километров, значительная площадка в России для этой системы в России рекомендовала связь в ходе проведения специальной военной операции. На площади «Б» современный самоходный противотанковый ракетный корпус из «Тризантема». Коплес предназначен для поражения танков, бюджетерных и партификационных сооружений, вертолётов и других бронированных целей, в том числе укрытия и на открытых платежках. Воевая машина обладает высокой проходимостью и способна действовать в условиях поражающих фазеров оружия массового поражения. Воскресенье Победы продолжаются и соединяются на 21-м километровые полковые самоходные гаузы с Вольфика. Самоходная артиллерийская установка предназначена для сравнения и устаржения этой силы артиллерийских и миномётов водолейских, а также за мероприятием приезженных объектах в Бразильске отсутствие проходов минных поля и поневышных заграждений. Головница заменяется артиллерийсками и проведение свидания и монет операции. На монстре полели самоходные артиллерийские установки САС. Современные российские статистические муни-метровые сезиотые самоходные гаузы предназначены для поражения тактических систем ядерного оружия, артиллерийских и советских батарей, танков и другой бронированные противоказных средств живой силы средств ПВО и ПРО пунктов управления, а также для рассуждения полевых магнитно-бесновых стартиллерий. На случае поделы замки Т-52 В3С новой массовой боевых второго поколения. Т-52 линейке двигателя Т-52 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее 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 День Победы! 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 Кто-то, кто-то.